У вас, конечно же, я уверен, будут вопросы, вы все их сможете задать. Ну а пока что я приглашаю сюда главор комитета фестиваля Александра Вилкула под ваши аплодисменты и президента фестиваля Константина Дубкова. Давайте похлопаем. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы точно не будем говорить о политике. Мы собрали сегодняшнюю пресс-конференцию для того, чтобы объявить уже официально важную, я уверен, и радостную не только для меня, но и для нас для всех новость. Мы начинаем подготовку к фестивалю The Best City UA 2016 и фестиваль обязательно состоится. К сожалению, в 2014-2015 году фестиваля не было, хотя ко мне очень многие люди обращались. Не было его, естественно, по соображениям безопасности. Во-первых, невозможно было обеспечить безопасность и очень безответственным является подвергать здоровье и жизнь людей опасности. Во-вторых, ни одна серьезная группа, ни один серьезный коллектив не хотел приезжать сюда к нам, в Днепропетровск. К сожалению, это международная практика. Даже УЕФА отменила все международные матчи в Днепропетровске и в Харькове, вы это знаете. Но я уверен, что на Украине будет мир. И потому сейчас мы начинаем уже подготовку к фестивалю. Фестиваль состоится с 1 по 3 июля 2016 года. Скажу откровенно, мы до этого всегда проводили фестиваль в Новоселице. Сейчас мы рассматриваем новую площадку для фестиваля. Возможно, в следующем году это будет монастырский остров в городе Днепропетровске. Это полностью соответствует традициям таких фестивалей. Например, знаменитый сидит в Венгрии, проводится на острове в Будапеште. И то, что фестиваль следующий, возможно, пройдет в пределах города, очень значительно облегчит и вещи, связанные с транспортом, с логистикой, и позволит расширить пространство фестиваля не только как музыкального фестиваля, но и будут представлены другие виды культуры и другие возможности. Я не скрываю, у нас очень амбициозные планы – это вернуть Днепропетровску репутацию и статус города-лидера, когда она знает не только вся Украина, когда она знает и говорит весь мир. На прошлом фестивале было более 100 тысяч человек из очень многих стран, представители более десятка стран мира были на нашем фестивале, и 77 исполнителей выступили. The Bass City UA вошел в двадцатку самых обсуждаемых фестивалей Европы, мы номинировались на самую престижную европейскую премию. Конечно, это хорошо, это хорошо для статуса города, это хорошо и очень интересно для нас, для всех. Такие исполнители, как Scorpions, Hertz, Oceane, Elze, WV и многие другие звезды, спели на сцене нашего фестиваля. Как вы помните, у нас было четыре сцены, одна из сцен была молодежная. Тот, кто победил во всех молодежных отборочных турах фестиваля, пел и работал вместе с выдающимися грандами мировой музыки. Ребята, которые заняли второе, третье, другие места, работали все три дня на молодежной сцене фестиваля. Отборочные туры начинаются уже в сентябре месяце, на следующий фестиваль. Я не буду пока говорить, кто будет хедлайнером следующего фестиваля, не буду раскрывать интригу, но могу сказать, что уже ведутся переговоры, и на завершающей стадии они на самом деле находятся, с ведущими мировыми группами. Для того, чтобы они приехали к нам, в Днепропетровск, мы уверены, что Днепропетровск это будет городом добра, городом толерантности и городом мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова